Приветствую, друзья. Роман сейчас ко мне придет, 21 час, Роман Газенко. Ну а со Стрецовым Игорем Николаевичем мы только-только сейчас встречались, переговорили. Столько много вопросов, друзья, ему написали, поэтому мы решили завтра еще раз с ним связаться. И потом уже, отвечая на вопросы, мы сделаем совместный ролик, чтобы он ответил на ваши вопросы, чтобы все получили ответы. Ну столько вопросов, молодцы, молодцы. А теперь я дописываю картину Берегиня. Видите, ручки еще не до конца сделал, как надо. Но она там уже, ну само, само материнское счастье. Берегиня, берегиня. Ну потрясающая картина должна быть. Так что подсказывайте, мы в формате коллективный разум. Подсказывайте, что добавить, что убавить. Так, друзья, что я вам хочу сказать. Я сегодня счастливый человек, как обычно, но более счастливый, чем обычно. Вы можете меня поздравить. Потому что у меня произошло по моему же заказу озарение. По технологии, озарение по заказу, которые я даю нашим, в основном, молодым людям, которые мечтают изобретать, освоить навыки изобретательства. Я изобрел. Я в первую очередь написал своей дочке, Шейли. Она психолог, потому что она знает метод ключ с детства. И известный психолог. И Алену, сыну своему, он написал. Он тоже психолог, который знает метод ключ с детства. И Греткин написал внучке своей, что нам надо устроить семейный совет, где я расскажу свое эпохальное изобретение, а только потом выдам в эфир. Но чтобы мы обсудили, стоит его сейчас выдавать, в какой мере выдавать, в каком ракурсе выдавать, в каком аспекте выдавать, это нужно, конечно, семейный совет. Я им написал. О чем, собственно говоря, речь? Речь идет о том, что у нас всех в запасниках мозга есть счастливое состояние. Ну, когда-то мы были счастливы. Ну, кто-то играл в футбол, чувствовал себя хорошо, кто-то там влюбленный был, кто-то писал стихи, ну, в детстве или в подростковом возрасте. Ну, каждый испытывал счастливое состояние. Так я нашел ключ доступа к тайникам, к запасникам мозга, чтобы восстановить это счастливое состояние в любой момент, когда вы хотите, и в любом месте, когда вы хотите. Это так называемое изобретение по воспроизводству прежде испытанного опыта в новом назначении. И оказалось, что при этом вся психосоматика, которая была накоплена, моментально исчезает, потому что начинает заново воспроизводиться гормональный баланс этого состояния, того возраста. Люди молодеют. Вот я вам посмотрите на себя, на меня, на себя, посмотрите, запомните себя, потому что потом, когда я покажу это вам, как мы решим на нашем семейном совете, покажу это вам, и вы потом сравните, какими вы стали, чтобы вы обратили внимание на глаза, какими они становятся ясными, лучистыми, потому что улучшается кровоснабжение мозга, больше кислорода поступает в клетки мозга. Речь становится необыкновенно естественной, вы становитесь такой, знаете, или таким, с такой харизмой, харизмой, когда все начинают на вас смотреть, как мотыльки на свет. Это удивительная история, потому что я уже проверил, знаете, в каком формате, оказание скорой помощи. Ко мне звонят постоянно не меньше 10-15 человек в день в остром состоянии, которым нуждаются, ну, получить совет, мы же лечением не занимаемся, вы же понимаете, а я советы даю, но за 5-10 минут, все, кто мне звонил, они все, они все получили такую помощь, что теперь они опять мне звонят и говорят, слушайте, а что это такое произошло, голос у них поменялся, стал звонкий, настроение другое, паники пропали. Вы знаете, такое состояние, когда с человеком разговариваешь, почему я счастливый сегодня, как обычно, ну, как я сказал, ну, больше, потому что сделал такое озарение и поделился с друзьями, которые нуждались. Помните, раньше был телефон доверия. Давно-давно, не знаю, есть сейчас такой телефон или нет. Так можно было бы снабдить всех телефонисток, врачей, психологов, там, или социальных работников, которые сидят на этих телефонах, чтобы они тоже могли за 5-10 минут человека привести в хорошее состояние и научить это делать его самостоятельно. Вот в чем оно дело. Человек сам это все может делать. Открывать у себя из тайников памяти мозга счастливое состояние, когда он когда-то был в каких-то обстоятельствах. А теперь в других обстоятельствах вскрывает у себя это. Вот у меня была в 2011 году, издательство Мэксмэк, кажется, в 2011, да, «Украшение стресса». Книга такая была. Сейчас бы я назвал такую книгу «Украшение счастья». Но кто может и все похвалиться таким, кроме меня? В мире такого нет. Удивительное дело. Во-первых, система скорой помощи, психологической поддержки, доверия может сразу обогатиться новым инструментом потрясающим, который сегодня нужен всем и каждому. Во-вторых, студентов научить, школьников научить, чтобы меньше уставали, включали у себя постоянно этот ресурс, когда им нужно, вместо кофе, вместо наркотиков, вместо водки, вместо любого допинга. Но сейчас я не буду говорить, что это такое, вот эту технологию, потому что, ну, сами понимаете, что это будет бомба, интеллектуальная бомба. Поэтому попродержусь. Так что подождите, мои дети ко мне приедут, выдающиеся психологи, которые знают ключ с детства. Мы посовещаемся. Ну, а завтра, а завтра мы со Стрецовым встречаемся опять, и мы сделаем видео, и он отвечает на ваши вопросы. А сейчас Роман Газенко приедет. Кто не видел наш вебинар прошлый, я попрошу на расстоянии, там Наташа наша Кузьмина, автор этой книжки, которую она написала, я вам показывал. Чтобы она прикрепила комменты, кто захочет обрести тот вебинар, пускай обретает. Потому что мы с Романом будем договариваться о следующем вебинаре. И мы также будем говорить с Валентиной Киселевой, моим другом. Когда будем проводить. Так что, друзья, все идет в ваши руки. Не упускайте шансов, как говорится. Подписывайтесь на канал Ютуба, на канал Телеграм мой, Метод Ключка Саевеева, и там же есть платформа, как помочь себе в Телеграме. Короче говоря, подписывайтесь на все наши каналы, и как раньше говорили, и будет вам счастье. Да, друзья. Итак, пишите комменты, давайте советы. Ручки поправить, цвет не поправить, или вообще мне голову поправить, я шутник, вы знаете. До встречи.